Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Номер 1006. События дня. 2 Тимофею 2.11.13 Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо с себя отречься не может. Ну, и объявление о помощи. Сказали сделать объявление, просили. Умерла тут у нас сестра, да детей. Посчитайте, как. Помощи, когда просят люди, тут разные болезни и все. Здесь нет, здесь на жизнь, с четырех детей. Ага. 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 это вчера у меня было я так еще оставил его вот торвард что торвард не знаю так вот человек подписывается игнатий тихонов сегодня смотрел вашу пропаде вы говорите что праздники девства ни к чему так как страна погрязла в блуде если мыслить по такой логике то любая пропадь бессмысленно так как страна погрязла в грехе мне думается что если хоть один человек услышит на этом мероприятие о девсе до свадьбы на основании библии это изменит его жизнь то она уже себя оправдала а будет он называться праздником девства или похоронами девства не имеет значения так же как то поехала крышу со термина или нет сегодня модно блудить с детского сада эту мысль надо как-то ломать я сам из грузии попыток женит пост тарасы блудников и прелюбодеев кстати на ум израилевич преподавал нам в школе мы его просто боялись он мог и по морде дать не уравновешенный человек а на людях все чинно отвечаю комментариев на свои видеоролики не даю обычно разве только на вопрос о книгах и потеряйки можно приехать редко отвечу и кратко в самом ролике сказано все по этой теме о чем вы говорите уже проявлено в моих словах не говорить только но и жить и других учить следует святому евангелие словам иисуса христа но решила празднование и сравнение где в сасельбрусом все тут надумано и такого праздника не было никогда в церкви христова я об этом говорил для этого какой праздник то и говори о чистоте а в детстве павел много говорит ян златоуз говорит все святые отцы говорят ну не надо мудрство это праздник но праздника никакого никогда не было я об этом и сказал если есть покажите а то домой о чем угодно можем говорить но я сказал о том что этого нет в святой библии нет святых отцах нет в канонах нет в житиях святых все остальное выдумка свою одну единственную жену не могли удержать в детстве не прибыли и теперь начинает праздник да покажем ее праздник бросить курить бросить наркотики давайте праздников настроим если так хватает на одни иконы больше чем дней в году и далее мир вам драгоценный гнатий тихонович благодатный батюшка отец аким любезные братья и сестры во христе иисусе поздравляю вас всех с престольным праздником желаю всем достичь меры полного возраста христова послание к официанам 4 13 до коли все придем в единство веры и познание сына божия мужа совершенного в меру полного возраста христова взаимной любви ибо кремленам 13 8 не оставайтесь должным и никому ничем кроме взаимной любви ибо любящий другого исполнил закон желаю также батюшки и акиму игнатию тихонов еще всем членам общины многое многое лето умножение талантов и друзей враги да посидятся и умолкнут вы соль миру досветится и прославится в вас иисус христос смотрю ваши ролики пока одна прошло воскресенье я мы с не смогли собраться вместе так сложились обстоятельства у меня были сильные искушения но господь не оставил своей милости умудряет во спасение слава богу святой трое сединосущный и нераздельный вспоминая один случай многим рассказываю как я буду еще вас гостях на службе вашем храме села потеряевка увидела как проявляется благодать во время службы в храм часто залетали ласточки в открытую форточку кружили по всему храму и снова вылетали и так продолжалась всю службу но как только священник отец таким стал говорить проповедь то ласточки перестали летать их не стало видно кроме двоих которые усевшись наверху киота больших икон вдруг замерли и тихо сидели как будто тоже вместе с нами стали слушать проповедь мне было так удивительно на них смотреть и подумалось вот ведь как люди это тоже слушают слово божие последнее время замечаю как нашем храме куда я хожу на воскресные службы стало больше появляться белых платочков именно белых а не цветных видно мой внешне необычный вид для них ношение двух белых платков сыграл свою роль проповеди и я их понимаю прихожане обычно мало носят белые платки так как я думаю это связано с незнанием закона и непониманием его правильно вы и гнать и технич говорите что у нас у православных понятие покаяния это согрешил покаялся опять согрешил опять покаялся и так всю жизнь осознание того что если ты истинно покаялся то и перестань грешить этого нет обманываем самих себя вижу как некоторые прихожанки стали надевать юбки подлиннее чем обычно закрывать руки до кистей а одна бабушка которая уже 90 лет стала носить два платка правда не под булавку а завязывать сзади другая бабушка пробовал надевать два платка но скрепляла крабиком заколкой вместо булавки видела ее один раз а потом она уже не стала так носить я думаю что люди просто не понимают что мой внешний вид это нормальный вид христианки и он должен быть у всех а не только у монахинь и мусульман за кого многие посчитают меня приписывают только одним так другим как-то я шла после службы домой и дорогой мне попалась одна мусульманка которая меня приняла за свою так поздоровалась на своем языке конечно прискорбно что чужие принимают за свою а свои как раз за чужую замечаю как один мужчина стал усердно класть поклоны как вы учите игнатий тихонович да правда что внешнее благочестие тоже несет в себе некую проповедь в подражании а для меня сейчас главное чтобы внешнее благочестие не расходилось с внутренним не быть двуличной лукавой лицемерной жить по совести что без помощи божией невозможно слава богу за все поклон всем потеряется екатерина сергей каш вот такие вот восхищенные хомячки с невероятной психикой и становится расходным материалом для правильных семей но прочитайте здесь это на мой ролик я беседую с наталья усатой что-то река одновременно Вот это неверно сказать, ошибка какая-то. Вот как бы я ни относился к Лапкину, все же вызывает уважение в нем эта его крепкая жизненная закваска, позволяющая в 70 лет обладать ясным живым умом и чуткость в отношении других людей. Это, наверное, все-таки есть показатель духовного роста. Но опять же, через что пришлось пройти этому человеку, чтобы приобрести такую духовную закалку? Не приведи, Господь, пройти через такое другим. Хотя сам понимаю, что именно такой путь как раз-таки наиболее способствует приближению к Богу. Вот. Мне не 70, а 80. Через 8 месяцев будет. Татьяна. Это раньше было. Игнатий Тихонович, дай Бог здоровья и долголетия для воспитания детишек. Сегодня это очень необходимо. Пусть малое стадо нас спасется с Божьей помощью и вашей. Очень смутное время в мире. Много зла. Наталья – приятный человек. Все беседы ваши с ней смотришь на одном дыхании. Вы с ней очень хорошо друг друга чувствуете. Беседы – полное смысла. Порой кажется, что кто-то из вас начинает говорить, а другой уже знает, что тот скажет, и подхватывает речь дальше. Спасение вам, милостью Божией, чтобы и у Натальи все получилось с переездом. Вот Фав пишет. Что такое Фав, видимо, и имя. Маленько опишу ситуацию. Может, будет время, и ответите вкратце. Так, письменно. У нас, к сожалению... Вот просил разговор по скайпу, я сказал, после 10 октября. Отсюда нету связи. У нас, к сожалению, как везде в храме, и за его пределами, Слово Божие не считается, и уж тем более не растолковывается. Разве что юридиков только. В храм стало ходить довольно молодежи, и появилась мысль создать молодежку, на которой бы считалось и разбиралось Писание. Я предложил батюшке создать таковое, и он согласился. И даже соплаговолил под эти нужды сам храм. Итак, самый первый вопрос, который возникает в голове. Имею ли я право читать там Слово без рукоположения, просто по благословению? Возможно, это описано в канонах, что я имею право там говорить или читать, а что нет. Дайте мне эти знания, если подскажете, где мне их приобрести? Или подскажите, дабы никоим образом ничего не нарушить. Вопросов очень много. Как лучше себя это организовать? Что и как считать? Думаю, что куратором больше никто не вызовется быть. И я готов им быть, хотя бы потому, что это не терпит отлагательств. Нужно напоить людей, которые могут погибнуть, словом Бога живого напоить. Простите меня, если я вам мешаю этими письмами, отвлекаю, отнимаю время. Я отвечаю, чтобы вести занятия непосредственно в самом помещении храма, нужно все делать по правилам церковным, сохраненным и скрытым. Вот правило 6-го Вселенского Собора. Вот все считаете, оно большое. Я просто скопировал. 64-е правило. Согласно этого правила, человек без рукоположения, хотя бы даже в чтеца, не может произносить проповедь в храме. А учение есть своего рода проповедь. Пока меня не рукоположил епископ чтеца, я ни разу и нигде не сказал слово единого в самом храме. После богослужения мы в трапезе сдвигали столы стол на стол, и там я говорил слово. А теперь могу говорить и при епископах, будучи рукоположен чтеца. Но в книге правил были еще и правила апостола Павла. И правило 18-е гласит. «Учитель, хотя бы из народа», то есть не рукоположенный, не чтец. «Если он искусил, в слове Божьем исчез по поведению, пусть учит, ибо все будут научены Богом». Но его кто-то и почему-то убрал. Так что по этому правилу можете учить и других, и вести занятия. Роман Проликов. Игнат Тихонович говорит, что тотальный контроль – это добро. Злые будут бояться делать зло, потому что их вычисляют. Грешили, не делали добро. И при нетотальном контроле, и при тотальном. Как сказал Порок Иеремия, вам надо покаяться и в наказание за грехи потерпеть плен, тотальный контроль. То есть это наказание Бог Троица, слава Ему, пропускает, попускает, видимо, за наши грехи, и, следовательно, надо его благодарить за тотальный контроль. «Благодарю Тебя за суды правды Твоей». Я здесь выделяю слово «суды». Суды, как правило, это наказание. Я благодарю за них. Псалом 118, 164. Этими словами Пророк Давид Мирьему, благодарить не за благодеяние, а за суды, то есть за наказание себя самого. Вот вчерашний день, как прошел, я целый день чистил эти, которые кленовые, небольшие такие ветви были, как жердочки из них. Рука окостенела, сейчас еще после ночи не могу сжимать. А получилось так, что надо было семенную картофель отвезти в наш подвал. Проходит какое-то время, я жду, их нету, я работаю. Куда же они делись-то? Я поехал, а где наш, на Саманном подвал, никого нету. Я решил поехать к батюшке спросить на столе, что было, вот, когда престольный праздник был, в воскресенье у нас, 16 сентября, и там были нарезаны кусочки арбуза и дыни. Ну, арбуз, я думаю, спросил, никто не знает, свои ли мне, свои я возьму. А дыня с такими рубчиками, видно, что у нас такие не растут. Ну, некоторые растят, может быть, здесь. Я сел, так меня всю ночь крутило живот. Я, ой-ой-ой, как, пошел спросить, это как же так получилось на столе? Он говорит, а я ел ничего, ну, у тебя крепше желудок, я с детства больной желудком был. Гляжу, наши там и работают. И теперь нету. Виталев уехал, и в ту же ночь приехал Игнатов Сергей Егорович, адвокат Занецка. Угледар, что ли, город. Гляжу, они в подвал носят картошку. Я тогда с ними показать, как он работает. О подвале я и не думал. И потом, что из этого получилось, даже ролик поставлю об этом. И они тут пять рейсов сделали. Почему не на машине? До обеда. Уезжает в этот день, последний день, Володя должен был уехать. Вот он сейчас уже уехал в пути. Поехал по родным, близким, засвидетельствовать всем. Две недели отпуск взял. А, замена ему здесь. Вот ему надо взять насос, привезти с пруда, шланги поливные, в бывшем лагере, где музей лишнюю одежду, убрать, привезти сюда, освободить бак, в котором рыба плавала у нас, очистить его и законсервировать. Ну, столько работы. Они полдня, полдня, ровно до обеда, до двух часов, с картошкой, которую перевозили туда. Когда стал спрашивать, а кто их повел, да, сами, награда, сами, да, но они не свободны были в этот день, ну, что вы наделали? Ну, вот такое дело. Это день. Весь почти прошел, до самого вечера. Потом мы собрали шкурки, все это положили на наш куб, куб, это видно из травы, какой сделан, куда мусор. А потом я вечером уже пришел, бобы, Сергей там уже, я говорю, Сергей, когда это Игнатов, Володя послал, показал, где собирать бобы, он собрал их, иные, говорит, даже не видно, они там внизу, и черные, такие же, как земля. Ну, и каждый струщок надо разрывать, шелудить, ну, я пошел вечером уже, до полдесятого вечером там был, а сейчас вот уже утро, и следующий день, Володя уехал. Вот события, какие события? Так взять-то ничего, ласточек нет, улетели, в какой день, не заметил, день назад, видимо, ни одной ласточки нету. Это означает, погода пошла на осень, все, ждать нечего. Ну, и показать наши ресурсы. Вот, допустим, я люблю очень мой мир. Вот он. В шапке, где я с голубем, это контрольный, там не надо, здесь легко сообщать, тут адрес, телефон, все указано. Вот. Ну, наш православный форум, 1600 тем, очень богатый, легко искать, составленный как. Ну, и видеоканал. Это видеоканал большой, 12500 роликов, очень большой. Вот даже боязно открывать, что кто-то записал в это время. Матерки непрерывным потоком идут. Наняли людей, платят деньги, роботы заряжены, каждый день, не менее полста, приходится убирать, блокировать. вот, лепешки, авторитет. Вот сегодня тут я немного поставил, 9 роликов. Наш большой православный, библейский сайт. Именно сайт. Все здесь есть и фильмы о нас, и вопросы ответа, и проповеди. Милости просим. На сегодня все.